Магнитогорский металлургический комбинат реализует новый проект по созданию так называемого индустриального парка, территории и участки которой сдаются в аренду представителям малого и среднего бизнеса. Сегодня такие парки самодостаточны, а динамично развивающаяся отрасль промышленности. В 46 регионах нашей страны действует более 100 индустриальных парков, созданных как с нуля, так и на базе каких-то освободившихся площадей, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой. Первый в Магнитогорске и второй в Челябинской области индустриальный парк появился в нашем городе на освобожденных площадях калибровочной площадки ОАО «ММК Метис». Подробности далее. Программа концентрации производства ОАО «ММК Метис» на одной метизной площадке обусловила освобождение площадей на бывшем калибровочном заводе. Оборудование постепенно переезжает, и дабы свято место не было пусто, свободные площади сдаются в аренду. Например, здесь раньше был автотранспортный цех или попросту гараж. С 2013 года тут обосновалось научно-производственное объединение «Металлэнерго». Его директор отмечает сразу несколько плюсов своего статуса резидента индустриального парка. Среди них хорошее состояние зданий, энергосетей, наличие проходной с пропускным режимом. За все время нахождения здесь у нас практически сохранность имущества 100%. Сейчас потенциал в городе, цехов. Но этот, наверное, потенциал самый лучший. Компания «Металлэнерго» арендует в индустриальном парке около 3,5 тысяч квадратных метров площади, ежемесячно укладываясь в 240 тысяч рублей арендной платы. Низкие ставки – одно из главных преимуществ индустриального парка. Считайте сами, помещение второй категории, то есть оснащенное грузоподъемными механизмами, стоит 58 рублей за квадратный метр. В технопарке востребованы даже такие небольшие помещения, как это. Его площадь – около 500 квадратных метров. Раньше здесь располагалась установка разделки легированных сталей, но с тех пор, как технология поменялась, помещение освободилось. И в 2016 году его заняла компания «Стагма». Помещение имеет вторую категорию, оно оснащено кран-балкой. Есть необходимые условия для работы. В частности, то, что нам нужно было небольшое помещение, значит, грузоподъемные механизмы. Сразу нам не нужен был газ и железнодорожный тупик. Сейчас мы уже рассматриваем и такую тоже возможность. То есть в дальнейшем у нас есть еще одна компания, которую хотим сюда завести. 90 тысяч квадратных метров предлагает Магнитогорский индустриальный парк своим резидентам. Он расположен на территории двух площадок предприятия ММК «Метиз» – «Метизный» и «Калибровочный». Территория индустриального парка имеет уникальное местоположение. То есть рядом находится трансконтейнер-площадка, где располагается 100% всех контейнеров, которые приходят на территорию города Магнитогорска. Имеется прямой выход на территорию Южноурайской железной дороги и также прямой выход на территорию Магнитогорского медкомбината, что позволяет нашим арендаторам, президентам, встраиваться в технологическую цепочку ММК. Сейчас индустриальный парк проходит процедуру аккредитации, после которой во втором квартале текущего года резидентам будут предоставлены налоговые льготы. Утверждены два вида послаблений. Это обнуление ставки налога на имущество для резидентов индустриального парка, а также льгота по налогу на прибыль. Ставка здесь будет составлять 13,5%. Татьяна Зайцева, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.